Жуткое ДТП в центре Львова. Сегодня днём у одного из храмов внедорожник буквально влетел в толпу людей. Погибла женщина. Все подробности узнаем у Галины Якушко. Трагедия произошла у церкви святого Андрея Первозванного на площади Соборной около 11 часов утра, сразу после окончания воскресной службы. Как рассказывают очевидцы, 50-летний мужчина сел в свой внедорожник вместе с женой и начал выезжать с парковки. Внезапно автомобиль резко набрал скорость. Снёс металлический столбик, влетел в каменный монумент с крестом и перевернулся на бок. В это время на площади были люди. Верующие как раз расходились из церкви. Авто зацепило двух женщин. Одна скончалась на месте. Значит, там в Гальмазе перевернулась машина. И приехали эти пожарники, они его вытягивали. Открывали машину, вытягивали. Паника разбилась. Погибшая пенсионерка тело женщины пролежала у церкви несколько часов, пока его наконец-то увезли в морг. Вторую пострадавшую забрала скорая помощь. Люди возмущены. Медики не спешили на вызов. Я понимаю. День медика. Выкликают всему, что швидку и никто не едет. Это нормально. Швидка кидает трубку. Диспетчер. Нема машины, ни в одной месте. Чекайте. Тут месиво. Пострадавшую уже прооперировали. У неё травмы ноги и гематомы на лице. Пациентка поступила в свидетельство. В стане средней важности. Вона взята сразу в операционный блок. За обслеживание всеми специалистами. И проведена первая хирургическая обработка. Что стало причиной аварии, выясняют следователи. Известно лишь, что водитель был трезв. Людина включила драйв, вывернула керму вправо. А что стало причиной, мы не можем это сказать. Будет проверяться экспертизой на самом деле. Это педаль газа. Чи она не заклинула. Ни водитель, ни его жена не пострадали. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы. Глина и Куш, Юрий Голубенко. Подробности. Телеканал Интер. Львов. И ближе к вечеру в соцсетях появилась информация о личности водителя внедорожника. Как пишет сообщество Варта-1, которое мониторит ДТП и ситуацию на дорогах Львовой области, это бывший сотрудник ГАИ Виктор Макаришин, уволенный со службы полтора года назад. Автомобиль он купил и зарегистрировал на свое имя всего 10 дней назад. Пользователи также пишут, что жена водителя внедорожника беременна, а он сам после ДТП попал в больницу с сердечным приступом. Официально всю эту информацию полиция пока не подтвердила. Продолжение следует...